Привет, с вами Дарья Шанс, и сегодня я вам раскрою 5 неочевидных признаков того, что тот мужчина, с которым вы встречаетесь, мудак. Или, выражаясь более вежливым языком, вам с ним просто-напросто не по пути. И очень важно это обнаружить вовремя, потому что иначе вы потратите огромное количество времени на того человека, с которым на самом деле вы не хотите встречаться. А время — это второй, самый важный в нашей жизни ресурс. Первый — это наши мозги. И думаю, что вы и сами замечали, что порой привлекательные, умные, обаятельные, талантливые женщины тратят месяцы, а то и годы своей жизни на совершенно беспреспективные, токсичные и деструктивные отношения. Но, умея ценить кандидата, как говорится, на берегу, вы можете сберечь свое время, не потратив его на того, кто на самом деле не стоит вашего внимания. Но прежде чем вы узнаете от меня эти 5 секретных признаков, обязательно подпишитесь на мой канал. Здесь вас ждет регулярный полезный контент, который поможет вам встретить своего идеального мужчину и построить те отношения, которых вы достойны. Итак, дорогие дамы, первый признак — мужчина усыпляет вашу бдительность и подсаживает вас на крючок. То есть в начале отношений он просто-напросто какой-то оживший принц из детских сказок. Он заваливает вас букетами роз, носит вас на руках, поет вам дифирамбы и серенады, встречает вас с работы, таскает вам сумки. И из его уст без уста нальются слова о том, какая вы красивая, замечательная, непревзойденная, и как же он, бедолага, жил всю свою жизнь без вас в сплошных мучениях. Но будьте бдительны, дорогие девушки. Такое экстра-внимание может быть первым признаком психопата и нарцисса, а также манипулятора. То есть мужчина делает все возможное, чтобы как можно быстрее полностью завладеть вниманием своей жертвы, то есть женщины. Поэтому следите дальше за поведением такого мужчины. Потому что совсем скоро, как только вы, как рыбка, проглотите его крючок, ситуация может развернуться на 180 градусов. О чем я говорю? Да о том, что теперь вам придется ему петь о вечной любви. Потому что вы к этому моменту уже безумно влюбились в этого человека и начали вкладываться в отношения намного больше, чем он. А ваш прекрасный принц теперь будет только снисходительно эту любовь принимать или не принимать. В общем, будет делать с вами то, что он захочет. Но сейчас, дорогие дамы, давайте перейдем ко второму признаку того, что вам с тем мужчиной, с которым вы встречаетесь, не по пути. Этот мужчина не хочет развиваться. Вы знаете, у мудаков, точнее у мужчин, есть одна очень интересная фраза. Ты должна меня любить таким, какой я есть. И я согласна с тем, что абсолютно все люди достойны любви просто по праву своего рождения. Но знаете, в чем проблема? Тот человек, который не хочет развиваться и эволюционировать, не только деградирует, но еще и вас с собой потянет. Помните о том, что для того, чтобы просто оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. А для того, чтобы достичь какого-то пункта назначения, нужно бежать в два раза быстрее. Почему? Да потому что мир не стоит на месте. Мир постоянно развивается. Поэтому если ваш мужчина ничего не делает для того, чтобы перейти на новую ступень развития, он не стоит на месте. Он деградирует. Кстати, именно такие мужчины с радостью регулярно сообщают вам о том, что неплохо было бы вам попу подкачать или дополнительное образование получить, чтобы больше зарабатывать. То есть, видите, они ничего не хотят делать, а при этом женщина должна постоянно над собой работать, чтобы быть достойной такого прекрасного мужчины. То есть, получается, что они и так красавчики, а женщине придется потрудиться, чтобы рядом с ней был такой мужчина. И когда вы спрашиваете его о том, какой такой, обычно этот мужчина затрудняется ответить на этот вопрос. Третий признак того, что вам с вашим мужчиной, к сожалению, не по пути. Мужчины не делятся с вами своей жизнью и своими планами на будущее. И знаете, дамы, таких людей зачастую мы в начале отношений называем загадочными. Ах, он такой загадочный и таинственный, появляется из ниоткуда и исчезает в никуда и всегда с цветами. Такой мужчина вроде физически рядом с вами, а мыслями всегда где-то еще. И причем где конкретно, вы не знаете. Об этом он не распространяется. Но, дорогие дамы, не стоит принимать такое поведение за романтический флёр тайны. Скорее всего, у этого человека есть еще пара-тройка отношений на стороне. И пока вы ему восторженно рассказываете о том, как вы сходили с подружками в кино, он напряженно думает о том, как бы ему извернуться и успеть на свое второе свидание. Планы на будущее? Вы о них от него никогда не услышите. Как не пытайте. Скорее всего, он вам скажет что-то вроде Я думаю, что вы и сами понимаете, что эта фраза просто-напросто замаскированная. Да нет у меня на тебя никаких планов на будущее. Я птица вольная, куда хочу, туда и лечу. Следующий, четвертый признак того, что вам с вашим мужчиной не по пути. Мужчина что-то регулярно обещает, но ничего не делает. И причем у такого мужчины всегда найдется какая-то железная отмазка в виде каких-то непредвиденных обстоятельств, которые, по его мнению, полностью снимают с него вину. Ой, я знаю, что я обещал тебе помочь перевезти вещи на дачу, но, к сожалению, никак не получится. У меня машина сломалась. Поэтому у меня никак не получится к тебе приехать. Или да-да, я помню, что я уже полтора года обещаю сводить тебя в оперу. Но ты же видишь, у меня нет хорошего костюма, элегантных туфель. Ну как мы туда пойдем? Ну и далее в таком же репертуаре. И да, действительно, иногда человек, правда, может о чем-то забыть, или у него могут измениться планы. Но я не говорю о таких ситуациях. Я говорю о тех людях, которые систематически нарушают данное вам слово. Это те люди, которые никогда не несут ответственности за свои действия или за свое бездействие. У них всегда кто-то виноват. Кто-то из этих мужчин находится в позиции жертвы. А кто-то просто-напросто является непорядочным человеком. Он хочет продолжать с вами отношения, получать от вас то, что ему нужно, но при этом никогда не делает то, что обещал. Для таких людей отношения – это не двустороннее движение, как это должно быть. Они хотят только брать и никогда не хотят давать ничего взамен. И даже если когда-нибудь такие люди вам в чем-то помогут, то поверьте мне, помнить они об этом будут годами и заставят вас заплатить за эту услугу. Принесли вам кофе в постель, отвезли машину в шиномонтажку – о, благодарить их за это вы обязаны долгие годы. И, наконец, пятый признак того, что у вас с вашим мужчиной ничего не получится. Он заключается в том, что мужчина постоянно рассказывает вам о своем великолепии. И даже если в начале отношений у вас правда снесло от этого мужчины крышу, потому что мудаки умеют посхищать и ослеплять, то прислушайтесь к нему, о чем этот человек постоянно говорит. Не о том ли, как он геройски спас 20 прохожих от маньяка с ножом? Не о том ли, как он победил в районной олимпиаде по шахматам в 1980 году? Не о том ли, как его уволили с работы, потому что боялись конкуренции? Ведь с таким красивым, эрудированным, обаятельным и креативным мужчиной конкурировать просто невозможно. Дорогие дамы, держу пари. Скоро к этим сказкам прибавится вторая глава. И она будет о том, что вы какая-то не такая. И этот мужчина будет всеми способами пытаться вас исправить. Он будет вам указывать, как вам одеваться, что вам есть, куда вам ходить, что вам делать, с кем вам дружить и чем вам заниматься. Но вот мой вам совет. Не доводите до этой стадии. Бегите сразу. С такими патологическими врунами, которые сами из себя ничего не представляют, да еще и вас хотят переделать, вам явно не по пути. Надеюсь, что это видео открыло вам глаза на неочевидные признаки того, что с тем или иным мужчиной вам, к сожалению, не по пути. Потому что мудаки, увы, не меняются. А потраченного времени вам будет потом очень жаль. А еще такие деструктивные отношения, к сожалению, ведут к тому, что у вас падает самооценка. Вы становитесь циничными и перестаете верить как в мужчин, так и в любовь. А я не хочу, чтобы это произошло. На свете есть очень много прекрасных мужчин. Их просто нужно найти. И находите вы их тогда, когда перестаете залипать на всяких мудаков, нарциссов, психопатов, придурков и так далее и тому подобное. И если вас интересует тема отношений не только между мужчиной и женщиной, а в целом между разными категориями людей, потому что тема отношений очень обширная, то подпишитесь на мой YouTube-канал прямо сейчас, если вы этого еще не сделали. И, кстати, вы также можете подписаться на мой Instagram. Там тоже огромное количество полезного контента. Спасибо за внимание. С вами была Дарья Шанс. Берегите себя от мудаков и ждите моего нового видео.